Клево всем, друзья! Сегодня хочу поднять очень серьезную тему для большинства рыбаков. Это прикормки. Какую прикормку выбрать? Фабричную или самодельную? На многих форумах, во многих группах эта тема очень животрепещущая, постоянно обсуждается. Рыбаки предлагают разные варианты прикормок самодельных. Чаще всего сводится большинство прикормок к банальным кашам. Перловка, макуха – это основы. Сегодня я хочу с вами поговорить о плюсах и минусах каждой прикормки. И также я хочу рассказать, какая прикормка самодельная, правильная. Начну сдалека, друзья. Рыбы, которые мы в основном ловим – это карп, сазан, лещ, карась, платва. Это самые основные рыбы, которые в большинстве случаев все рыбаки ловят. Открываешь любой сайт, темы по ловле этих рыб всегда висят впереди планеты всей. И большинство прикормок мы возьмем, мы увидим лещ, платва, карась, сазан, карп. То есть это то, что выпускается в основном. А теперь давайте поговорим о пищеварительном тракте этих рыб. Пищеварительный тракт этих рыб относится к так называемому карповому типу. В нем отсутствует желудок. Это идет рот, язык, глотка, в которой глоточные зубы, пищевод и кишечник. Очень длинный кишечник, как у животных травоядных. Как мы знаем, большинство травоядных животных – корова, коза, лошадь – они имеют очень длинный кишечник, и у них отсутствует желудок. Вот так же и у наших рыб отсутствует желудок. В отличие от коровы и лошади, все эти рыбы всеядные, они являются полностью травоядными, они именно всеядные. У этих рыб частая смена спектра питания. Просто происходит моментально. Вот он поел карась в растительную пищу, вот он нашел мотыля, съел. Из-за этого есть необходимость нахождения в кишечнике пищи более долгое время. Поэтому желудок этим рыбам не нужен. Этот тип так и называется – карповый тип. Корова. Чем питаются все эти наши рыбы? Холодное время года, когда холодно, вода холодная, лед стоит или не стоит, но вода холодная. В пищевом рационе леща составляет примерно от 60 до 90% личинки комара, то бишь мотыль, различные черви, насекомые, личинки стрекоз и тому подобное. И только малую часть составляют уже растительная пища. Конечно, все зависит еще от водоема, от кормовой базы. Если, допустим, в водоеме, где водится лещ зимой, будет мало пищи животной, но будет много растительной, соответственно, он больше будет есть растительной пищи. Но если в достатке будет мотыля и тому подобного, он будет есть в большую часть именно животную пищу. В теплое время года примерно уже составляет 40-90% животная пища. Тоже очень сильно зависит от количества пищи в воде. Если мотыля в водоеме много, то он будет есть в основном мотыля. Если его мало, то переключается на большое обилие в теплой воде растительной пищи. У карася и карпа этот процент немного сдвинут в сторону растительной пищи. У плотвы примерно как у леща. Преобладание в рационе животной пищи. Но тот же карп и особенно карась в теплое время года, когда в водоеме огромное обилие растительной пищи, может переходить в питание в большей части на растения. Это мы видим в поклевках, когда, допустим, хуже бьет червя, а начинает брать манку. Все это знают, эти ситуации очень хорошо. И начиная с прогревом воды, клев на манку или на хлеб или на другие животные, на кукурузу, у карася может длиться до самого похолодания. До самого льда. Но потом уже зимой и до ночной потепления воды будет преобладать животная пища. Такое долгое вступление по пищеварительному тракту и питанию рыбы я рассказал не просто так. Я просто не хочу быть голословным, как многие другие ребята, которые рассказывают только на это или только на это. Я хочу вам показать причину, почему так, а не так. Вы можете со мной согласиться, можете со мной не согласиться. На что, как и зачем, это дело лично каждого. Я просто высказываю свое мнение и хочу вам объяснить, к чему, почему к такому мнению я пришел. Что такое фабричная прикормка? Есть прикормка серьезных производителей, есть прикормка небольших производителей. Допустим, у нас в Краснодаре, я лично знаю, 7 или 8 производителей прикормки. У них стоит мельница, что-то с чем-то смешивают в упаковке, развозят по магазинам. Вот таких производителей я за основу не беру. Я беру основных, крупных любых производителей. Ольвега, Дунаев, Миненко, Сенсос. Ну, все мы знаем, все на слуху. То есть, любой серьезный производитель. Любой серьезный производитель всегда проходил через проверку своих составов. Проверку на воде, проверку реакции рыбы. Я знаю, что некоторые производители даже снимали на камеры, как рыба реагирует на прикормки. Из чего состоят все прикормки? У всех прикормки есть база. Основная часть базы – это или молотый сухарь, или молотый бисквит, или смесь сухаря с бисквитом. Это база, то, что составляет, как правило, больше 90% любой прикормки. Все. Практически сухарь или бисквит. Сухарь и бисквит в воде себя ведут чуть-чуть по-разному. Но это не молотая, не перемолотая на мясорубке. Это именно сухой продукт, сухой сухарь, сухой бисквит, перемолотый в мельнице. Помол бывает мелкий, крупный, средний, в зависимости от того, что в эту прикормку закладывает производитель. Дальше в прикормку добавляются также молотые разные зерновые. Чем крупнее рыба планируется для прикормки, тем зерновые более крупные. Для сазана мы смотрим в прикормку и видим крупные частицы, относительно крупные. Например, кукуруза, пшена. Также в прикормку добавляют, в прикормки бывают пылящие и не пылящие. Пылящим составом это чаще всего есть копромеласа. Это более дорогие составы. В более дешевых это жареная молотая конопля и жареные молотые семена льна. Это то, что не впитывают в воду, имеют высокую плавучесть и создают облако мути пыли. Потом идут красители и ароматизаторы. Ароматизаторы двух типов бывают, порошковые и жидкие. И вот тут многие рыбаки очень часто делают ошибки. Погромная большинство формов я читал, когда вот все, я добавляю порошковую, ароматизатор, пищевку покупаю и добавляю. Ребят, друзья, производители добавляют разные ароматизаторы. Есть жидкие и потом прикормка сушится. Есть порошковые. Добавляется молотый состав, добавляется порошок, перемешали, замешали. Как правило, прикормки, которые на порошках, мы открываем запах не очень сильный, но при смешивании с водой запах усиливается. Прикормки, которые с жидким ароматизатором, добавка и высушенные, у них хоть в сухом, хоть с водой запах будет примерно одной силы, плюс-минус. Как работают ароматизаторы? Жидкий ароматизатор, он растворяется в воде, разносится рыбами, течением по большой акватории и хорошо завет рыбу с большего расстояния. Сухие ароматизаторы в воде, друзья, не растворяются. Это вот многие, кто этого не знает, делают огромную ошибку. Они, порошок пахнет, только когда его нюхаем, когда мы близко к нему. Но стоит чуть дальше отойти, и запах порошка мы уже не слышим. Так же и рыба. Эти ароматизаторы порошковые, они классно эффективны в условиях локальной точки. Когда насыпали прикормку, и вот в этой локальной точке рыба хорошо чует, порошочек там лежит, рыба барахтается, поднимает муть. И вот эта муть оседает на дно, в воде пылит. И вот именно этот клубок будет более сильно пахнуть. И вот задача прикормки, особенно фабричная, в первую очередь быстро, максимально быстро позвать рыбу. Мелкие частицы прикормки тоже частично растворяются в воде, выдают свой собственный запах. Как выдают запах ароматизатора, все это быстро разносится. И задача этой прикормки первая, быстро позвать рыбу. Второе, как мы узнали, у рыбы очень длинный кишечник. Пища по нему долго проходит. И рыба может очень быстро насытиться. Но с мелким помолом, чем мельче прикормка, тем рыба дольше насыщается. Ей нужно больше съесть, чтобы насытиться. То есть ей нужно очень много съесть сыпухи, чтобы насытиться. Но при этом сыпуха, она уже частично растворенная. Она очень быстро переваривается в кишечнике и выходит. И поэтому мы все рыбаки замечали, кто ловит на фабричную прикормку, что через время мы достаем рыбу, а из нее уже выходит прикормка. Лещ, подлещик, плотва, карп, карась постоянно гадят уже прикормкой. То есть настолько быстро идет процесс вот этого состава. Рыба не насыщается, остается голодная. У нее ажиотаж, есть еще хочется есть, и она есть. Но есть нюансы. Это такой прикормкой сложно удержать рыбу. Поэтому добавляются уже крупные частички, которые добавляются отдельно. Добавляется живой компонент, постанчина, различные каши, крупы. Мы всем этим удерживаем рыбу. Но добавляем это в небольших количествах, чтобы не насытить рыбу. Таким образом, задача прикормки – привлечь рыбу, удержать рыбу и не перекормить рыбу. В принципе, фабричные прикормки в основном именно с этим справляются. Они так и разрабатываются, чтобы выполнить именно вот эти функции. Привлечь, удержать, не перекормить. Теперь перейдем, друзья, к прикормкам самодельным. Чаще всего, что я вижу на рыбалке, это чем кормят? Реже пельцем. Берут пелец, кидают с руки. Во, классная вещь, всем советую, можно пользоваться. Но в умеренных количествах. Можно перец, можно рыбу перекормить им. Чаще всего перловки, кукуруза, горох, крупа. Начнем с того, что, допустим, кукуруза, она очень-очень плохо впитывает ароматику. Кукурузе нужно очень много времени пролежать в ароматике, чтобы она взяла на себя ароматику. Но, так же плохо она и отдает ароматику в воде. То есть, у вас пролежало сутки в ароматике, вы нюхаете, она сильно пахнет, кидаете в воду, ароматику практически не отдает. Очень медленно. Многие блогеры рекомендуют при варке каш любых добавлять туда маслице растительное. Чтобы прикормочка маслицем пахла. Но, ребят, есть одно но. Масло имеет очень низкую плотность. Сваренная каша имеет в себе много воды. И масло ложится не внутрь каши, а ложится сверху. И когда оно попадает в воду, масло, пока каша падает, масло смывается. И все поднимается наверх. И до дна доходит уже перловка голенькая, совершенно без ароматики. Только со своим естественным запахом. Масло вымалось. Поэтому добавлять растительное масло в каши просто нет смысла. Можете там, наверху, что-то собрать. Проблема самодельных прикормок, в первую очередь, это то, что, во-первых, они плохо зовут рыбу. Они имеют, как правило, маленькую ароматику, слабую. Они лежат на дне и очень-очень-очень слабо отдают свой запах. И очень долго на нее собирается рыба. Очень долго. Второе. Зерна довольно крупные. И рыба очень быстро ими насыщается. То есть рыба подошел к карась, взял перловку, глотанул. И стоит ее, пережевывает глоточными, давит глоточными зубами. Раздавил до какой-то субстанции. Проглотил. Еще. В итоге, взяв несколько крупинок, он насытился. Ему не нужно много есть. У него не появляется азарт. Еще есть. Еще есть. Он, рыба насыщается. И тут, да, есть такая картель, есть такое, что чем больше стая и крупнее рыба, тем она меньше насытится. Но если подошло, вы насыпали пол ведра кукурузы или перловки, подошло несколько карасей, они встали на него и просто жируют. Нафига им ваша насадка. Понимаете? Эта пища долго усваивается, долго переваривается, долго выходит. И в итоге рыба очень-очень быстро насыщается. Я предлагаю в аквариуме посмотреть, как работает перловка и как работает фабричная прикормка. Я подготовил прикормку, замешал. И у меня есть вареная перловка. Каждая зернышко отдельная, шикарная. Вот как положено. На крючок одевай и лови карасик. Давайте для начала в аквариум кинем несколько зернышек перловки. Отлично видно, как они великолепно, красиво лежат на дне, совершенно ничего не выделяя видимого. То есть мы не видим какие-то отделения от них. Но при этом знаем, что постепенно, не спеша, из нее выделяется ароматика, которая в ней заложена природой. И очень не спеша рыба на нее будет собираться. Теперь я слеплю шарик прикормки, небольшой, и кину в эту часть аквариума. И видно отличная работа прикормки. На дне облака мутя, много частиц поднимается вверх. И эти частички, эти частички зовут рыбу. В воде растворяется ароматика, в воде растворяется сама прикормка. Все его составляющие, все это быстро, из-за того, что эта мелкая структура отдает ароматику. Если еще под привод рыба, она намутит, поднимет муть. И рыба с большего расстояния и быстрее почувствует запах прикормки. Вот отлично видно. Лежат зерночки, они лежат красивенькие, беленькие, но совершенно ничего не дают. Рядом прикормка, которая начинает отлично работать, отдавать частички ароматики. А теперь я возьму немножко перловки, добавлю в прикормку, перемешаю, сделаю шарик. Это может быть шарик, это может быть кормушка, вот такой. И тоже брошу в аквариум, посередине. А теперь смотрим на работу такого шарика. Прикормка начинает работать. Создавается движение в воде, частички всплывают, воздух всплывает. Прикормка начинает разваливаться, отдавать ароматику. Над прикормкой стоит столб частичек всплывающих. Внутри аквариума просто появляется взвесь частиц. И начинается вываливаться из прикормки небольшое количество перловки, каши, которая в ней лежит. Таким образом, приплыв на запах рыба, начинает копошиться, есть и находит небольшое количество тех крупных частиц. Это в данном случае перловка, это может быть череп резанный или цельный, мотыль, опарыш, кукуруза, горох. Но это добавляется в небольших количествах. Таким образом, мы прикормкой призываем рыбу, а крупными частицами удерживаем рыбу на точке. На данный момент наглядно видно, какая прикормка, как работает. Вот видно, рядом кусочки уже перловка лежит. И рыбе есть что кушать. Крупные частички ее удерживают на месте. Таким образом, наглядно видно, как работает прикормка. Как работает просто зерна, как работает чистая прикормка и как работает прикормка с добавками. И что же делать? Что так прикормка самодельная плохая? Нет, ребята, не плохая. Но она должна быть правильная. Правильную прикормку сделать можно и довольно несложно. В каких-то случаях прикормка чистыми зерновыми оправдана. Это, как правило, при ловле некрупного карпа в водоемах, где его очень много. Смело можно те же зерновые залить на пару часов аромой. И ими закармливать, и будет толк. При ловле другой рыбы это не оправданно. Вы просто можете забить точку рыбой, которая придет, будет собираться долго, придет, станет над вашей кашей и будет ее есть. Таким образом, быстро насытившись, вы увидите малое количество поклевок. Рыбы будет много, а поклевок у вас будет мало. Но выход есть, если вы действительно поклонник самодельных прикормок, то все можно отлично сделать. Для этого, как я уже расписывал, вам нужно не каша, не горох, не пшено, а в первую очередь сухари или бисквит. Бисквит, как правило, рыбаки, любители самодельных прикормок пекут сами. Сухари, пожалуйста, сухой, нужен засушенный хлеб, пожалуйста, взяли хлеб, порезали. Как делать сухарики, все знают. Главное, чтобы он действительно был как сухарь. После этого сухарь перемеливается в мельнице, в кофемолке, но ни в коем случае не на мясорубке. Мясорубка не подойдет. Нужна именно фракция из мельницы или кофемолки. Дальше вы подбираете нужную фракцию, для какой рыбы вам нужно. Фракция крупнее, мельче. Но, в принципе, ориентируйтесь на фабричные прикормки. Фракция там выверенная, нормальная. Дальше добавки. Что вам нужно? Кукурузу, каша, горох. Все эти добавки великолепно добавляются. То же самое через мельницу. Берете нужное количество зерновых. Проходите в кофемолке или мельнице, делаете нужную фракцию и вашу прикормку. Сильно много их тоже не должно быть. Это как дополнительное такое привлечение. Следующий фактор – это пыльность прикормки. Если вы ловите карпа, прикормка нужно, чтобы очень сильно пылила. Если вы ловите платву, нужно, чтобы прикормка очень сильно пылила. Если вы ловите карася, прикормка вообще не должна пылить по минимуму. То есть, вообще, при ловле леща должна пылить не сильно, но пылить. То есть, должна быть большая часть остается на дне и какая-то часть пылить. Из чего делается пылящий эффект? Делается из жареной конопли или из жареного семян льна. Жарится в кофемолке или в мельнице, перемеливается до нужной фракции. Хорошо, когда от пыли до более крупных частиц есть эти фракции, тогда, как вот здесь видно, пыль вообще лежит, мелкие, что-то там плавает и более крупные, то есть такие разные частицы, когда находятся в воде, это лучше всего. Если нужен краситель, если нужна арома, арому, пожалуйста, вы сделали базу, молотый сухарь, молотые зерновые, вы это перемешали, у вас есть какая-то база для прикормки. Если вы планируете ловить на течении, то вам нужно добавить клейковину. Мука, просто в сухой состав добавляете нужное количество муки. Мука дает клейковину и на течении такой состав будет хуже вымываться, лежать великолепно в кормушке и удерживаться лучше на точке. То есть все, мы сделали базу. Теперь мы рассчитываем базу, которая нам нужна пылящая. Для этого добавляем в нужном количестве жареные семена конопли, как я сказал, или жареные молотые семена льна. Все пропорции мы подбираем индивидуально. Поверьте, тут каждый что хочет. Но опять же, минимум 90% это база, это сухарь. Минимум 90%. Дальше, что нам нужно для удержания в точке рыбы, это мы же добавляем на самой рыбалке. Вареных, горох, кукуруза, перловка, мотыль, опарыш добавляем. То есть мы сами сделали базу. Перемололи сухарь или бисквит, или бисквит с сухарем. Добавили в него постанчины, если надо муки, если надо жареных семян конопли или льна. Все, мы прикормку сделали. Арома. Добавляем арому. Если нам нужна жидкая арома, мы хотим, жидкую арому мы добавляем в нужном количестве на рыбалке. Если нам нужна сухая, то можем добавить сразу. А можно на рыбалке в нужном количестве. Можно эти аромы добавить одновременно. Таким образом у вас жидкая арома будет растворяться на месте, по всему акваторию, призывает рыбу с большой акваторией. А порошок будет лежать на дне и локально удерживает рыбу запахом. Все, ребят, вот это будет правильная, настоящая самодельная прикормка. А не то, что берут разные зерновые, перемеливают их в мясорубке или еще где-нибудь и закидывают. И говорят, вот это самодельная прикормка. Это неправильная зерновая прикормка. Во-первых, если про цельные я уже рассказал. А что будет, если мы прогоним их на мясорубке? А ничего не будет. Все зерновые очень плохо впитывают воду. Очень плохо. В итоге у нас получается, рыбаки перемололи на мясорубке или в мельнице в большом количестве зерновых. На рыбалке добавили воды. Вроде бы прикормка влажная, но она не напиталась, она сухая. Ей нужно несколько часов, чтобы реально взять воду. Ее закинули, она лежит сухая, долго впитывают в воду. Потом долгая, еще дольше отдает. И толк очень-очень маленький. КПД таких прикормок очень маленький. А ту прикормку, состав которой я вам рассказал, самодельный, это практически аналог фабричной, но в домашнем исполнении. Тут уже вольная волица. Что вы хотите? Вы можете сами испечь хлеб, можете сами испечь бисквит. В него добавить нужные вам компоненты, добавки. Придать ему заранее вкус, даже добавить с него какой-то там запах, допустим, тут же ваниль добавить. Уже будет сухарь ароматизированный в нужную фракцию перемолоть, в нужном количестве добавить зерновых, в нужном количестве добавить кашу уже на водоеме для удержания рыб или мотыля добавить. В итоге получается настоящая правильная самодельная прикормка, которая будет по эффективности, можно сделать так, что не будет уступать, а то и превосходить фабричные прикормки. Друзья, вот что я вам хотел в этом видео сказать. Возможно будет видео именно как изготовить самодельную прикормку, покажу вам наглядно. Я надеюсь это видео вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете. Также не откажусь от помощи канала. На канале во вкладке о канале есть номер карты Сбербанка. Очень буду вам признателен, если какая-то финансовая помощь от вас упадет к каналу. Надеюсь вам это видео понравилось. До новых встреч, друзья!